Детские площадки разбиты, питьевая вода отсутствует, коммунальные службы выполняют свои обязанности, не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Дышит на латан жители Барнаульского пригорода боятся приводить своих детей на местную игровую площадку. Вот сделали качели, втулки, вышерканные до дыр уже. Сделали площадку. Надо маленько следить за инвентарем. Пятые сутки без воды. Жители Барнаульского поселка Цветы Алтая завидают без влаги и умоляют водоканал решить проблему. Воды нет ни капли, начиная с обеда в пятницу. Вообще ни утром, ни днем, ни ночью, никак, вообще ни нисколько. Уже устали. Барнаульский поселок Южный – детская площадка. С виду довольно привлекательная и даже, я бы сказала, красивая. Вот только состояние ее оставляет желать лучшего. Родители малышей боятся, что со дня на день здесь может произойти трагедия. Не зря здесь указан номер службы спасения. Вот сделали качели, втулки, вышерканные до дыр уже. Сделали площадку. Наверное, надо маленько следить за инвентарем. Крик души опубликовал житель Барнаула в социальных сетях. Мужчина жалуется на плохое состояние детских аттракционов в поселке Южный. Качалка-гномик, качели, горки и карусели износились настолько, что представляют реальную опасность для жизни малышей. Волну возмущения подхватили и другие жители Барнаульского пригорода. Своих детей они хоть отпускают играть на площадку, но следят в оба глаза. Где спуски вот эти вот, они для маленьких, вот их надо ловить тогда. Или бы повыше, пониже бы их сделали как-то, или еще что-то. Родители говорят, за детским городком давно никто не ухаживает. Техническое состояние не проверяют. Песок привозили. И вот это как называется, нащебенка или как ее называется. Тут такая пыль была. Тут рабочие задыхались. А представляете, дети не успели они родиться, они уже здоровье гробят. Покрытие вот такое. Дети, блин, посмотришь, которые помладше здесь играют, как поросята. Поменять настил, благоустроить территорию и самое главное – проверить детскую площадку на безопасность и отремонтировать ее. Призывать к ответу ответственных лиц помогут специалисты Росстандарта, говорят коммунальные юристы. Хорошо работает обращение в Росстандарт. Это у нас на Петра Сухова находится. Они блюдят за тем, чтобы вот такие, такого рода объекты ответственные, они содержались в соответствии с требованиями государственных стандартов. Росстандарт достаточно жестко действует. Оформляют протоколы, направляют административный материал в арбитражный суд Алтайского края о привлечении именно юридического лица к ответственности, а там ответственность в десятки раз выше. То есть, ну как бы здесь, в этой ситуации, действительно дешевле сделать. Детская площадка, судя по стенду, находится на балансе города. В жалобе достаточно указать адрес площадки, говорят юристы. А специалисты Росстандарта уже сами установят ответственных лиц и обяжут привести игровую зону в должный и безопасный вид. Как скоро это произойдет, зависит от самих родителей. Обращение в Росстандарт нужно отправить кому-то из них. И оттягивать не стоит, времени нет. На площадке каждый день играют десятки детей. И каждое катание на карусели может стать последним. Считается, что человек без воды может прожить три дня. Но жители Барнаульского пригорода Цветы Алтая живут без нее уже пятеро суток. Водонапорная башня слишком слабая, чтобы напоить всех жителей поселка. Воды нет ни капли, начиная с обеда пятницы. Вообще ни утром, ни днем, ни ночью, никак, вообще ни нисколечко. Уже устали. Жители Барнаульского поселка Цветы Алтая мечтают не о яхте и отпуске на Лазурном берегу, а о более приземленных радостях о воде. Каждое лето местные жители испытывают острый дефицит влаги. Единственное, в поселке водонапорная башня не в силах обеспечить большой поселок питьевой водой. Так, некоторые сидят без стакана воды уже пятые сутки. То, что вообще нет воды, ни днем, ни ночью, в этом году первый раз. Разводка старая и по высоте, конечно, могу немного неправильно сформулировать, но поток воды до наших труб, до нашей разводки вообще не доходит. Чтобы хоть как-то выйти из положения, помыть посуду, приготовить еду, люди покупают пятилитровые канистры или берут взаймы у соседей. У которых, кстати, напор воды настолько слаб, что напиться вдоволь сложно, а еще делиться приходится. Ну вот, вот так она течет. Это еще вот хорошо, что она течет. Сейчас к вечеру ее вообще не будет. Мы не можем ни постирать, ни помыться в душе. Как построили вот этот коттеджный поселок, который на въезде у нас, они пользуются вот этой артезианской водой, то есть и для бассейнов, и для полива, и для мытья, и для всего. И у нас стала вот такая проблема. Это не пару лет, да? Это уже, не знаю, лет 6-8 точно вот такая проблема. В некоторых домах хороший напор появляется ближе к ночи. Жителям приходится не спать и караулить воду. Вот так. Потом вечером даем в кастрюлечку воды, чтобы она была на следующий день. Решить проблему жители поселка неоднократно просили Барнаульский водоканал, на чем балансе, собственно, и находится водонапорная башня. Но их хоть и слушают, но не слышат. Нет, никакого подвоза нет. В водоканал мы звоним, начиная с субботы, с утра. Мы звоним каждый день, звоним по нескольку раз в день, но, может быть, мы попали на выходные дни долгие, да, 3 дня выходных. И ждите, ожидайте, ждите, ожидайте. Воды нет ни днем, ни ночью. Вот сейчас, если обратили внимание, тоненькая струйка. О чем это говорит? У всех ребятишки, лето, жара. Где-то помыться, где-то приготовить, где-то постирать. Машинка, она даже не загружает. То есть встаем ночью, чтобы хоть немножко как-то, ну, на нужды, скажем так, себе набрать. Ни подвоза воды, ни то, чтобы жителям как-то объяснить, в чем проблема. Почему жителям, которые остались без питьевой воды, не был организован подвоз воды? И почему водонапорная башня не может напоить весь поселок? Мы спрашиваем у сотрудников Барнаульского водоканала в официальном запросе. У кого-то дети маленькие, а воды-то нету. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала ТОНК, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин